Шейный остеохондроз позвоночника Здравствуйте, Любовь Викторовна Из вашего обращения я вижу, что вы знакомы с моей методикой, с моей книгой Поэтому мне нет необходимости вам рассказывать, что этот метод обучающий Что все наши расстройства, так сказать, являются плодом искажения нашего плана сознания отхода от его исходной формы Но тем не менее вы не до конца избавились от всех проблем Сейчас мы вас продемонстрируем и подскажем вам, в чем причина этих проблем Так, Сакасарара чатра работает Аджна впереди работает Аджна сзади работает Вишотха впереди работает Вишотха сзади работает Сердельце центра впереди работает Сердельце центра сзади работает Манипура впереди работает Сзади работает Сватхистана впереди работает Сзади работает Младхара работает Вы молочина Смотрите, все 12 центров у вас все работают Но вообще люди, которые не знакомы с вами методикой Страдают как минимум блокированием вот шестого и пятого центра Отставите Пятого и четвертого центра сзади Остехандрошейно-грудного отдела У вас его нет Но это как раз говорит о том, что вы действительно усвоили мою методику Сумели самостоятельно избавиться от этих проблем Которые были связаны с нарушением работы вашей эндокринной системы Ну и чакр, соответственно Ну посмотрим, что у вас на полевой оболочке Как вы выглядите, так сказать, в формате 3D у нас Впереди я проверяю Так Справа Так, поле присутствует у нас впереди и справа Что у нас слева? Вот видите, у нас рамка к вам прилипла У вас слева у вас поля нет У вас тотальное смещение поля в левую сторону Причем вот эта граница Граница поля У вас настолько приближена к центру, что вы вообще находитесь на грани потери сознания Вот такое смещение приводит к нарушению работы вестибулярного аппарата В принципе, вы об этом и пишете Сейчас я померю размеры поля у вас впереди Ну вот у вас впереди поле имеет 50 метров Справа Тоже 50 метров И слева 0 Ну посмотрим, что у вас сзади У вас и сзади 0 Ну, все понятно Значит, смотрите У вас тотальное смещение поля куда? Вперед Вот она картинка ваша Сюда относится И вправо Так, что вы там еще про себя пишете Так И пониженное давление Ну, смотрите Объясняю Классика Если поле уходит вперед Ну, допустим, берем вот как здесь Вперед Вот это гипотония А если влево Синдром отличника Причем, если граница вот тогда у поля Вот так сильно смещена Не так, как даже у меня вот на картинке нарисована То нарушается работа вестибулярного аппарата Потому что в среднем ухе, так сказать У нас этот находится вестибулярный аппарат И как раз эти ваши все симптомы, о которых вы пишете Очень четко, так сказать Подверждается вот этой внешней структурой Прописаны просто очень-очень ясно Вот, синдром отличника Неважно, туда или сюда Но эта граница поля вот здесь находится Это потеря сознания Лишь у всех находится на грани потери сознания А вперед это пониженное давление Вот нам с вами достаточно это поле поставить на место Убрав сначала его вот В эту сторону переместив А потом назад Все, все проблемы у вас все закончатся Все очень просто Я надеюсь, что вы это очень легко сделаете Что я еще могу про вас сказать? То, о чем вы не пишете Смещение поля влево или вправо Вот как здесь показано, да? Приводит к сколиозу в чистом виде А когда вот имеет вместо смещения, да? Вперед и влево, вперед и вправо Или там, допустим, назад и влево, назад и вправо Приводит к ротационному сколиозу То есть помимо того, что Вот как в вашем случае, да? Левое плечо вниз пошло А поскольку еще вперед И вот так еще вас вывернуло Понимаете? Потому что действует момент силы Который вот помимо изъебающей нагрузки Еще создает сложное сопротивление Изгибу, как говорят в сопромате, да? Ротационное смещение Вот убрали один фактор Убрали второй И я надеюсь, что у вас все пройдет Так, ну как избавиться от смещения поля вперед? Смещение поля вперед это беспокойство А беспокойство это смертный грех Почему смертный грех? Ну, такое состояние, когда падает давление у человека, да? Идет его к смерти кратчайшим путем А когда вот это сильное беспокойство То эта граница тоже может покинуть центр головы Ротничок И человек потеряет сознание А что ближе к смерти, чем состояние бессознания? Второй момент, почему беспокойство смертный грех Потому что когда мы беспокоимся Неважно о себе или о других людях Мы рисуем в своем оборужении Какие-то несчастья Какие-то неприятности Понимаете? Какие-то плохие последствия А мы наделены способностью Формировать свои события С помощью мысли Вот так оно потом и происходит Говорят, мысль материальна Это неправильное выражение Мысль не материальна Она способна материализоваться Материя это материя А тонкий мир это тонкий мир Некоторые применяют фразу Тонко-материальный мир А что за глупости? Либо тонкий, либо материальный То есть надо перестать беспокоиться Да и начать жить Как это мысленно нужно сделать? Нужно мысленно просто Стать в центр этого шарика Что вот эта ось тонкого тела Совместилась С тонкой осью Нашего ось Только вы это проделаете И у вас сразу почувствуете Тепло по спине Позвоночник у вас сразу Станет более Так сказать Сильным И ваш сколиоз Перестанет мучить Понимаете? Ну а как Избавиться Синдром отличника Ну вы уже в моей книжке Прочитали Коль скоро вы справились С остальными проблемами Я думаю с этим И вы справитесь Без труда Вот Единственная моя подсказка Вот Заключается в том Что ваша внешняя структура Вот Ваше Значит Поле Оно Сместилось Вот в этом направлении А здесь у вас Всего Навсего Две программы Я думаю Что вы с этим легко справитесь Я надеюсь От вас услышать По обратной связи Что вы преодолели Те проблемы Которые пишут Спасибо за внимание Мне сейчас 50 лет Полных Из них 31 год Я искала Волшебные таблетки Да Сначала Это были врачи Спасибо им Они мне Много что Сделали Хорошего Затем Это были Еще 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 Много Всяких Курсов Все было Прекрасно Но что-то Вот одно Вот какая-то Это буквально Заноза Она мне не давала Дойти до конечного Что я бы могла Себе сказать Что я Здорова Я искала По-разному И через Официальную Медицину И через Всяких Практиков Но Не было того Результата Который я хотела И вот здесь Сначала Это был Мастер-класс Вечером В течение Трех часов Тут моя интуиция Почувствовала Что надо Идти на тренинг И вот За эти два дня Я решила Этот самый вопрос Я нашла Самую Ту червоточинку Которая Мне портила Все практики Которые Ну как бы Они доводили Меня до Какого-то результата Ну да Ну зрение Там какая-то Улучшилась Но потом И опять Все На те же Рельсы И вот здесь Всего мне Понадобилось Два дня Чтобы найти Эту занозу Представляете Чего это стоит Ну и не говоря О том Что мне тут Как бы Побольше Некоторых Досталось Я много раз Выходила И поэтому Состояние У меня сейчас Конечно Великолепнейшее Эта методика Она прекрасна И прекрасна Тем что Виктор Васильевич Именно как вот Инженер Он переводит Это все На тот язык Чтобы понятно Было многим Вот что еще В чем ценность Этого Да Можно красиво Много знать Красиво все Много рассказывать Но Когда человек Рассказывает О том Как он много знает Это одно А когда он Рассказывает Так что Понял Каждый Это совсем Другое Вот еще Очень большая Ценность В общем Я В восхищении Я в счастье Это настолько Великолепно Только что Отошла Решила проверить Своё зрение Последний раз Когда мне Офтальмолог Поверяла На справку На права Она мне Дала с допуском Там минус Сколько-то Сейчас я вижу Третью строчку Та Которая Соответствует Единице Обоими Глазами Это опять Вот Это все В эти два дня Это заслуживает Того Чтобы Посмотреть И вникнуть В эту методику Подписывайтесь На ютуб канал Ставьте Лайк Нажимайте На колокольчик И Пишите Свои комментарии Под видео Да И чуть не забыл Регистрируйтесь В партнерской Программе Академии Целителей До встречи Продолжение следует...